Девушки отдыхают Землянин совершил полет в космос Юрию Гагарину было 27 лет Земля и космонавт, самочувствие отличное, продолжаем полет Говорит Москва, передаем сообщение ТАСС О первом в мире полете человека в космическое пространство На корабле «Восток» Гагарин сделал один виток вокруг Земли Полет длился 108 минут До него еще никто и никогда не видел нашу планету из космоса С высоты 300 километров Требования к кандидатам для первого пилотируемого космического корабля Рост не больше метра 70 Вес не более 70 килограммов Их испытывали в сурдокамере одиночеством В термокамере — жарой и холодом Крутили на центрифуге Тело сдавливало так, что невозможно было открыть глаза Все на грани человеческих возможностей Мы шли практически в неизведанное Ни один человек на Земле Не знал, как нужно готовить человека для полета в космос Ни один Мы были все одинаковые Нас объединяло одно единственное В том, что в начале 60-го года Эти 20 человек — это были самые здоровые люди на планете Не сильные, а здоровые Летом 60-го из звездного отряда Выделена группа из шестерых самых лучших летчиков Титов, Попович, Нелюбов, Николаев, Быковский, Гагарин Как выбрать самого достойного? Среди кандидатов на полет даже провели опрос Кто из них должен стать первым? Все написали — Гагарин Он был всегда открытый и довольно добродушный Открытый был Я не помню, чтобы он что-то хитрил, изворачивался Он же был такой оптимист Он был очень веселый У него редко, когда было у Гагарина, что было плохое настроение Еще 6 марта 61-го в Чехословакии вышла почтовая марка «Человек во Вселенной» И уже 13 апреля, на следующий день после полета Гагарина Чешская почта экстренно выпустит такую же марку Но уже с подписью «СССР, первый в космосе» Конечно, никто, кроме причастных, о подготовке к полету не догадывался Не знали даже космонавты, кто полетит Знал только один человек — Королев Он человека как-то чувствовал очень здорово Вот Гагарина он же выбрал из шестерки, которая была, сразу И Гагарин стал космонавтом номер один Дорогие товарищи Юрий Алексеевич и Герман Степанович Я хочу вас поздравить с великой честью совершить первый полет в космосе Гагарин понимал, на землю он может не вернуться Хотя в душе верил, что все пройдет штатно Накануне старта написал прощальное письмо жене Валентине Если он погибнет, письмо передадут семье В технику я верю полностью, она подвести не должна Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею Здесь тоже может что-нибудь случиться Но сам я пока в это не верю Ну а если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша Не убиваться с горя Назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича На космодроме Байконур имя первого космонавта узнали лишь накануне старта Дублером Гагарина был назначен Герман Титов 12 апреля 1961 года Гагарин стартовал на космическом корабле «Восток» За 108 минут он облетел нашу планету И благополучно приземлился под Саратовом Там, где и начинался его путь к звездам Совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза Место приземления корабля Историческое место на земном шаре Потом для него придумают громкие эпитеты О нем напишут книги, ему будут рукоплескать все Однако в тот апрельский день 1961 года Он был простым русским парнем Старшим лейтенантом морской авиации Юрой Гагарином В выборе которого не ошиблись Это было удивительное время Это был восторг, изумление Невероятность сделан, ну как, землянин И так далеко, и высоко Его все любили, Юр После полета предстояло, возможно, самое сложное испытание Испытание славы Которое Гагарин выдержал с честью Мы с тревогой наблюдали Вот как он изменится или не изменится Ну, молодой парень И вдруг стать всемирно известным Стать везде и всюду Короли, королевы, генсеки Все, понимаете? А Юра не изменился Вот он выдержал вот это Вот та закваска, которая была у него С детства, от родителей, от всего Вот это все осталось и помогло Ему удержаться на этом уровне И остаться человеком С большой буквы Гагаринское «поехали» облетело весь мир А слово «космонавт» стало таким же символом нашей страны Как Ленин, балет, Красная площадь Гагарин объездил весь мир Получил очень много писем От трудящихся в Болгарии Все приглашают побывать у них Посетить, посмотреть, как живут С удовольствием побывал бы везде Но боюсь, что времени везде не хватит побывать Но постараюсь Получить автограф первого космонавта Мечтали все Звездные голливудские актрисы таяли от его улыбки Не устояла перед обаянием Гагарина И знаменитая Джиннелла Бриджида Ничего не поделаешь Иногда и кинозвездам приходится стоять в очереди за автографом Это был необыкновенный национальный подъем И вот руководство страны Настолько четко уловило Что нашему народу Сейчас нужна вот эта идея Что мы начинаем великий путь человечества в космос Уже все это не остановить В конечном итоге Нейл Армстон сказал Юрий Гагарин Всех нас позвал в космос Мальчестер встречает Юрия Гагарина Советского космонавта радушно приветствовали Жители старинного промышленного города Англии Спустя три месяца после легендарного полета Английские летейщики приглашают первого космонавта планеты в Манчестер Эта встреча для космонавта была значимой Когда-то он сам учился на Столивара А вот Букингемский дворец Юрий Гагарин посетил уже в день отъезда Внезапно получив приглашение от самой королевы Даже консервативная английская элита не устояла перед популярностью этого человека Когда он перепутал столовые приборы Королева Елизавета зачерпнула ложкой салат и сказала А давайте есть по-гагарински Он это заслужил И тогда маленький Эндрю принц Он был в колясочке И они специально поставили колясочку и сказали Вот видите, вот вы видели, что колясочка? Это там принц Эндрю Когда он вырастет, чтобы он сказал, что он тоже видел Юрия Гагарина Герой космоса Юрий Гагарин приехал в Гавану по приглашению кубинского правительства Выбранный звездами, он не заболел звездной болезнью И остался тем же простым парнем Юрой Гагариным Однажды во время его визита на Кубу Когда самолет с делегацией приземлился, хлынул дождь Из тысячи кубинцев, встречавших первого космонавта, не ушел никто Они были одеты с каманином, там же очень жарко В белоснежных рубашечках, в беленьких фуражечках Такие все чистенькие, беленькие И здесь страшный вот этот тропический ливень Но спокойно видят, что дипломатический корпус Фидель Кастро Все стоят спокойно, ждут его Все взоры устремлены к трапу самолета И командец скомандовал Все, пошли И они вышли на трап самолета И быстренько промокли до нитки сразу Не было ни одного вопроса, на который Гагарин не ответил бы ясно и просто С каким бы подтекстом он ни звучал Если вас семейного человека, отца двух детей, послали в космос Значит, правительство СССР и вы были уверены в том, что полет кончится благополучно В этом вопросе я бы хотел заменить слово послали на слово доверили И я очень рад и горд тем, что мне доверили этот полет А что все сработает и полет будет произведен успешно В этом никто не сомневался Ни наше правительство, ни ученые, ни инженеры Я тоже Шлягер поэта и писателя Владимира Войновича На музыку Аскара Фельдсмана 14 минут до старта Стал интернациональным гимном космонавтов Заправлены в планшеты Космические карты И штурман уточняет С этими словами летел в космос Гагарин Их пели на орбите космонавты номер 3 и 4 Николаев и Попович А подхватил на пыльных тропинках далеких планет С мавзолея Никита Хрущев Тема космоса стала модной на всей планете В 68-м Пьер Карден выпустил знаменитую коллекцию футуристической одежды Шляпы, скафандры, последний писк Лайка, белка, стрелка и спутник Как сейчас сказали бы, в одночасье стали трендами Последнее слово японской моды Новые прически Лайка И спутник Теперь 12 апреля празднуют во всем мире Это международный день полета человека в космос Между бесконечными поездками и встречами по всему земному шару Юрий не забывал о тренировках Мечтал вернуться в космос Но больше на орбиту Гагарина не пускали Берегли Успытывали ли вы страх во время полета? Конечно страшно Все люди несколько боятся Все люди имеют страх Но весь секрет здесь заключается в том, чтобы уметь побороть этот страх Вот в этом и заключается в основном так Травра, самообладание, воля людей Все это в комплексе и дает такое бесстрашие, смелость Хотя официально командиром отряда космонавтов Гагарина назначили только в 64-м Он был другом и наставником новобранцам Помогал им готовиться Среди них была и женская группа Когда мы пришли, вот наша небольшая группа женская Я должна сказать, что Юра был нашим и верным другом, и помощником И на каждой тренировке, особенно все, что касалось космического корабля Он был всегда с нами Вас понял Посадку в кабину произвели Проверки оборудования готовы Проверку оборудования закончили От страстного желания еще раз полететь в космос Гагарин отказаться не мог В 67-м его назначили дублером Владимира Комарова К старту на новом корабле «Союз-1» готовились вместе Если бы по каким-то причинам Комаров полететь не смог Его место в корабле занял бы Гагарин Тот полет на корабле «Союз» закончился трагически Не сработал парашют, и корабль врезался в землю К сожалению, после гибели Комарова Ему было рекомендовано не участвовать в дальнейших программах Но он постоянно пытался этот запрет снять Луна Ее Гагарин сделал следующей целью Невероятный темп космической гонки, которую своим полетом запустил первый космонавт В тот момент был на пределе Советские зонды успешно исследовали спутник Земли А лунная ракета «Н-1» уже была готова к испытательному полету Он мечтал об этом, стремился к этому Он считал, что это профессия его Что он предназначен не для разового полета И не для того, чтобы стать каким-то символом, понимаете, для людей Неприкасаемым, понимаете, которого надо посадить под колпак Его душа рвалась к большим, так сказать, свершениям И он представлял, что имеет возможность, имеет право и по состоянию здоровья и по всему летать еще не один раз И надеялся, что мы все-таки первыми будем как-то допели и на Луне, понимаете, и всюду Мы запустили вокруг Луны шесть кораблей И все они вернулись на Землю Рискованно первый, второй, третий, четвертый до пятый Уже надо посылать экипаж И вместе с Гагарином мы вышли в политбюро Чтобы разрешили нам, что хватит уже заниматься экспериментами Надо лететь И мы могли облететь Луну раньше Бормана на пять, на шесть месяцев Все было готово Видела, что он я накануне Вот будто бы он приехал к нам Побыл И стала езжать от нас Я его проводила И вот только вижу, как машина пошла, пошла по трассе И дымок, дымок, дымок И больше не видела, значит, и он уехал от нас Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка Решил вот вам написать несколько строк Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым Знаешь, дорогая Валюша, как я рад Хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной Через день я должен стартовать Если что случится, то прошу вас И в первую очередь тебя, Валюша Не убивайся с горя Это уже традиция Космонавты возлагают цветы к памятнику Гагарина до полета и после И каждый год в день рождения первого космонавта 9 марта Приезжают на его родину, в Гжатск И что интересно, чем не больше мы говорим о нем Чем не больше собираем сведения Каждый раз получается что-то новое и новое Для отряда он не просто первый космонавт, а символ их профессии У современных покорителей звезд на Международной космической станции, как они сами шутят, три иконы Иисуса Христа, Сергея Королева и Юрия Гагарина Космонавтика относится к тем направлениям, которые уже генетически не в одном поколении заложены в нашей стране Что это наше Понимаете? Это не зря космос наш Это 61-й год, полет Юрия Алексеевича Гагарина Он вошел в кровь, что он наш Американские астронавты во время высадки на Луну оставили там памятные медали В честь тех, кто отдал свою жизнь, прокладывая путь к звездам До сих пор на лунном грунте лежит и медаль с образом Юрия Гагарина Я вижу, кто первый полетит в космос, в мироздание Я вижу, я чувствую Это обязательно должен быть русский человек, советский человек Обязательно должен быть летчик, истребитель-летчик И необыкновенно открытое лицо с улыбкой и с большими голубыми глазами Циолковский Субтитры создавал DimaTorzok